И это притяжение настолько могущественно, что даже люди, которые существуют рассказы про людей, заблудившихся в пустыне или в каком-либо диком месте в снег и холод, постепенно усталость одолевала их. И в конце концов, все, что они знали, если я лягу и закрою глаза, я больше никогда не проснусь. Но, тем не менее, они это делали, потому что эта тяга становилась настолько сильной, что ей невозможно было противостоять. А красота и сладость сна были настолько притягательными, что они сдавались. И в них не было страха смерти. Они понимали, что они умрут, но в этот момент они больше не испытывали страха смерти. Они просто уступали этому невероятному притяжению. Удивительная особенность, которую имеют все человеческие существа и другие формы жизни на этой планете, заключается в том, что каждый день, каждую ночь они впадают в бессознательное состояние. Абсолютно все население планеты, половину своей жизни они проводят в бессознательности. Это могло бы быть научно-фантастическим рассказом. Вы посещаете планету, на которой внезапно все население впадает в бессознательное состояние. И это нормальное явление. И называется это планета Земля. Ну, а фактически вы попадаете в источник. Каждый человек, каждая форма жизни, которая переживает сон, возвращается к источнику, к непроявленному источнику. А затем возвращается в проявленный мир, обновленное. Но это возвращение к источнику является неосознанным. Оно не освобождает вас от страдания в этом проявленном внешнем мире, когда вы возвращаетесь назад. Духовный путь заключается в том, чтобы найти это измерение без потери себя в нем, чтобы узнать себя в нем и оставаться осознанным. И это случается, например, когда вы прекращаете думать, но при этом не спите. Сначала вы, возможно, и не заметите, что это та же непреодолимая сладость, которая тянет вас ко сну. Это очень тонкое ощущение. Сначала оно кажется пустым пространством, но в нем находится невероятная сила. Уму кажется, что это ничто. И поэтому его часто описывают как ничто, отсутствие какого бы то ни было объекта или пустоту. Потому что ум привычен к шуму. Он не в состоянии постичь это. Это не может быть понято. Я иногда сравниваю это переживание с состоянием, которое у вас бывает, когда вы покидаете шумную дискотеку, где провели несколько часов, что является совершенно нормальным способом существования. Вы выходите, закрываете за собой дверь и оказываетесь где-нибудь на природе в полночь. Вас окружают очень тонкие звуки и всехватывающая тишина. Живая тишина. Но так как вы обвышены шумом, вы пока не можете воспринимать это, поскольку это очень тонкие ощущения. Сначала вы скажете, что здесь нет ничего. Но постепенно вы настроитесь на эту внутреннюю тишину и поймете всю ее глубину, ее сладость и живость. Я сегодня принесу с собой книгу. Мы прочитаем несколько строк из этой древней книги. И это будет наша вторая беседа по этой книге. Некоторые времена назад у нас уже была беседа по древней китайской книге мудрости Тао Де Цин. Это наша вторая беседа по Тао Де Цин. Важно помнить, что мы на самом деле не изучаем некую книгу, а используем слова этой книги, чтобы увидеть нашу истинную природу. Мы не будем изучать, чтобы это не было внешнее. И это касается любой духовной книги. Когда вы читаете книги, содержащие истину, вы не изучаете их, так как это не академический предмет. Вы не изучаете книгу. Вы не впитываете информацию извне. Если это действительно духовная книга, то эта книга о вас. Каждая духовная книга об истинном духовном измерении, которым вы являетесь. О том, как вновь открыть в себе это измерение, найти его, о том, как жить, находясь в этом измерении. Таким образом, кто-то даже назвал книгу Дао Де Цин, которая была написана 2500 лет назад, первой в мире книгой по самосовершенствованию. Иногда в наши дни люди пренебрежительно называются о таких книгах. Причина, возможно, в том, что их так много, и все они отличаются друг от друга качеством и глубиной. И неизбежно то, что большинство таких книг, так, впрочем, и любых других книг, не очень глубокие, действенные. Сравнительно мало таких книг, которые являются весьма сильными, поскольку они были написаны из внутреннего измерения ее автора, что в конечном итоге означает, что они были написаны самим сознанием. «Семь». Продолжение следует...